я приветствую вас друзья сегодня мы готовим уральские щи по-другому их называют толстые щи потому что готовится они с добавлением пшена или перловой крупы заранее отварите свинину на косточке до готовности так чтобы мясо отходило от кости мясной наваристый бульон процедите нам понадобится 3 литра и примерно стакан бульона следующим шагом обжариваем квашеную капусту после того как капуста обжарилась заливаем ее стаканом бульона и под крышкой тушим до полной готовности и мягкости а мы пока будем пассеровать овощи репчатый лук нарежьте тонкой соломкой одну небольшую морковку натрите на терке или также нашинкуйте тонкой соломкой и один сладкий перец свежий или замороженный отправляем овощи обжариваться отберем мясо от костей и нарежем на маленькие кусочки и сразу же я измельчила 3 чесночных зубчика на плите у меня закипел бульон добавляем 3 столовые ложки пшена пшена в среднем варится 15-20 минут так что 10 минут мы варим пшено в бульоне а следующие 10 минут варим пшено с картофелем здесь уже спассеровались овощи добавляю 2 столовые ложки томатной пасты 1 чайную ложку сахара и 3 зубчика измельченного чеснока все перемешиваю и пассерую 5 минут овощная пассеровка готова убираем ее с огня через пять минут убираю с огня капусту она тоже готова и мягкая картофель для щей режем на пластины а затем пшено проварилась в течение 10 минут добавляем картофель и тушеную квашеную капусту и варим все еще 10 минут до готовности картофеля и кстати можно сразу добавить пару лавровых листиков и щепотку сушеной зелени добавляем пассерованные овощи с томатной пастой из чеснока отварное мясо добавляем одну столовую ложку соли и черный перец или можно добавить смесь перцев доводим до кипения накрываем крышкой выключаем и настаиваем щи мои щи готовы я люблю все щи но вот эти особенно хороши ставьте лайки друзья и до новых встреч в следующем видео